Массовая атака беспилотников на регионы России. Что известно к этому часу? Ряд российских регионов в ночь на 30 августа подвергся атакам украинских беспилотников. Силам ПВО России удалось сбить большинство летательных аппаратов. В результате нападений никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений. Так, на аэродроме в Пскове получили повреждения и несколько военно-транспортных самолетов возник пожар. Белта собрала основную информацию к этому часу. Что известно об атаке на регионы России? Сегодня ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали сразу шесть российских регионов – Московскую, Орловскую, Рязанскую, Брянскую, Калужскую, Псковскую области. Около двух часов ночи Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области. Спустя полчаса появилась информация об уничтожении БПЛА над территорией Калужской области. Рязанскую область за ночь ВСУ атаковали дважды, с разницей в полтора часа. В обоих случаях украинские беспилотники были сбиты. Губернатор Орловской области Андрей Клычков позже уточнил, что над территорией региона были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности, написал Клычков в своем телеграм-канале. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при падении сбитого беспилотника было повреждено административное здание. Над советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте, написал губернатор в своем телеграм-канале. Позже Богомаз проинформировал о еще одной атаке. Два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. Атака была пресечена силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников к этому часу ликвидировано. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, один из беспилотников угодил в резервуар для хранения нефтепродуктов. Сегодня ночью на территории Сухинического района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы. Также в Держинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Проинформировал Шапша. Ближе к утру мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что силы ПВО сбили в русском районе один из беспилотников, направлявшихся к Москве. Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в русском районе, написал Собянин. Он уточнил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет. На месте ЧП работают экстренные службы. В связи с инцидентом аэропорты Домодедова, Внуково и Шереметьево временно не принимали и не отправляли рейсы. В Росавиации сообщили ТАСС, что из-за ограничений полетов на запасные аэропорты было перенаправлено 11 пассажирских рейсов. Что произошло в Пскове? О нападении на Псков сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Минобороны в Псковском аэропорту отражают атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет, масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично, сообщил губернатор в полночь в своем телеграм-канале. Позже Ведерников проинформировал, что в аэропорту Пскова отменены все рейсы на 30 августа. Принято решение об отмене всех рейсов до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно. Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме, сообщил губернатор. Ведерников также опубликовал видео из Псковского аэропорта, который атаковали беспилотники. На видео губернатор заявил, что жертв в результате атаки нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется, все службы работают на месте. Провели заседание оперативного штаба, наметили первичные действия, сказал Ведерников. После атаки БПЛА в аэропорту произошел пожар. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара. Угрозы распространения пожара нет, сообщил сотрудник экстренных служб. Между тем, в ГУМЧС России по Псковской области сообщили, что в результате пожара в аэропорту загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76. Для ликвидации возгорания была задействована 21 единица техники и 65 человек. Что сообщается об атаке в Севастополе? ВСУ с помощью морских беспилотников попытались атаковать центральную бухту Севастополя. В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО, противоподводно-диверсионного обеспечения, отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, проинформировал около трех часов ночи губернатор города Михаил Развожаев. Позже губернатор сообщил, что работа в акватории завершена. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки, сообщил Развожаев.